В 7 лет в Донецке в детском садике мы начали. И родители увидели, что нужно куда-то девать энергию и решили отдать спортивную сексу, здоровье, гнастике. В 2009, да? 6 лет назад где-то, да. 15 лет. В 2009, да. Одно и то же. Когда тренируешься, готовишься к соревнованиям, конечно, не обращаешь ни на что внимания. То есть там работа, режим. А так, конечно, скучновато. Поэтому иногда то домой, то в город, то так, то сяк. Отдыхаем. Ну, в день получается в день 7 часов. 6 дней в неделю тренируемся. Команду мы отбираем по соревнованиям, по тренировочному процессу. Те, которые подходят и закрывают те снаряды, которые, понимаете, команда состоит из 5 человек. На помосте выходит 4. По трём зачёт. Вот мы на каждый снаряд выбираем трёх лучших, которые закрывали этот снаряд. Поэтому берём, конечно, по соревнованиям, отбираем по контрольным тренировкам и по тренировочному процессу. Сейчас, да, отобрали мою команду. У нас команда есть, 5 человек, которые уже готовятся на Олимпийские игры. Надеюсь, что выступят достойно. Цели у нас для команды. У нас, конечно, команды, так как собираются, очень сильные. Команды, конечно, с ними нам будет очень сложно соревноваться. Но в личном первенстве, на снарядах, многоборье, я думаю, что Олег и у нас есть ещё Игорь Радивилов, которые смогут посоревноваться и побороться за медали. Моя цель, конечно, была вот всей подготовки – это многоборье. Мы основной удар делали на многоборье. Почему? Потому что многоборье – это такой вид гимнастики, в которой можно где-то даже чуть-чуть ошибиться и всё равно бороться за медаль. На снаряде ты не имеешь права ошибиться даже на долю десятой. Ты должен делать всё, как, говорят, швейцарские часы ходят. Поэтому, конечно, многоборье, но ещё при этом мы будем бороться ещё за несколько медалей. Я не хочу называть какие, но будем. Как и на Европе, как и, в общем-то, на всех этапах Кубка Мира. Олег везде попадал и в финалы, и где-то, если он даже проигрывал свой любимый снаряд «Бруся», то он мог выиграть совсем другой снаряд, который, как говорят, не его. Поэтому, я думаю, что будем бороться и постараемся что-то сделать. Тест-Эвен, в общем-то, соревнования проходили очень интересно. Была очень интересная борьба. Надо было нам попадать в четвёрку. Нас, в общем-то, специалисты нас в эту четвёрку не ставили, но мы думали, что они рассчитывали, что мы займём пятое, шестое. Но ребята выступили достойно и заняли второе место на Тест-Эвене. Сами соревнования проходили хорошо. Подготовка, в общем-то, залы готовы и разминочные, и помост. Поэтому, единственное, конечно, такое немножко восприятие – это зелёный цвет. Мы к такому цвету ковра, матом немножко не привыкли. Ну, не это самое, говорится, главное. Главное, чтобы ещё свет не выключился, как на пробовании. Надеюсь, что они подготовят всё и будет всё нормально. Музыка Самое главное – подойти в хорошей форме, по возможности выполнить всю нагрузку, которую придумал тренер. Это тяжело, но стараемся, терпим. Планы, ну как, строить планы на такие соревнования, наверное, где-то бессмысленно, потому что это спорт и при том это Олимпийские игры, случаются всякие неожиданности. Но задачи у нас есть, ну как, смысл их озвучивать, если потом их не выполнить, то не надо. Поэтому мы лучше тихо, но перевыполним по возможности. На удивление, довольно-таки нормально, потому что обычно у меня за 2-3 недели до соревнования все время какие-то травмы происходят, я перестаю тренироваться. Сейчас пока, слава богу, все нормально, работаем, пока все хорошо. Никаких специальных планов, просто нормально подготовиться. И прийти в нормальной форме, со свежей головой и с хорошей физической формой. Наверное, просто соревнования, но не то, чтобы какие-то особенные соревнования, просто в связи с моими двумя четвертыми местами на чемпионате мира, просто хочется чуть-чуть лучше подготовиться, чем до этого. Я уже неоднократно говорил, что держать обиду на Японию бессмысленно, потому что они сделали все возможное для своей страны, чтобы у них была эта медаль. Поэтому я не считаю, что они сделали что-то там плохое. К сожалению, просто мы настолько выдали эмоционально в командный день энергии, что я вышел на финал многоборья, просто у меня не было ни сил, ни ажиотажа, ни эмоций. Я просто вышел и, знаете, как вот просто обычную тренировку пошел. Не хватило меня тогда. Но сейчас, я думаю, уже немножко все по-другому. И я другой, и все по-другому. Поэтому будем выступать. Но сначала мы, конечно, постараемся предоставить очередной сюрприз команды. Потом следующая многоборья, конечно, да. И если будет возможность, еще хотелось бы пару финалов попасть в финал и там побороться. Но, наверное, многоборья все-таки фаворит. Это будет интересно. Будет все зависеть от начала, наверное, от первых двух снарядов, как начать. А там посмотрим. Бундеслига пойдет в Германию. Вот, кстати. И буду там выступать. Поэтому это октябрь, ноябрь. Получается, два месяца за... Там планируется за восемь выходных девять соревнований. Еще между этим, еще будет в Швейцарии турнир Swiss Cup. Еще туда хотим успеть. Ну, может быть, после Рио недели две надо будет отдохнуть. Ну, посмотрим. Все зависит от результата, какой результат будет. Как ты делаешь с удовольствием, когда ты уже получил два-четыре места в World Championship? Ну, по-своему, такая обида и немного злость. Но, опять-таки, обида только на себя, потому что были недоработки на тренировках. Поэтому сейчас уже, я думаю, такого не будет. Надеюсь. Потому что сейчас мы и готовимся по-другому, и работаем. Ну, не знаю. Я стараюсь об этом не думать. Обидно, потому что два года подряд в четвертом, это вообще не очень классно. Не знаю. Просто нравится выступать. Ну, как, я привык к такому режиму, что я выступил, неделю отдыхаю, отдохнулся, набрался, поехал опять выступил. И вот в таком режиме мы проходили все эти турниры. А сейчас идет как раз такая, знаете, постоянная нагрузка, к которой я не привык. И поэтому сейчас тяжело. Но это будет, как бы, задел для Олимпийских игр. Наверное, да. Наверное, золото чемпионата мира было самое такое запоминающееся. Но не могу упустить и золото Европы многоборья, потому что долго шел к этому. Очень долго. И в 13-м году в Москве я уже, как бы, хотел выиграть. Ну, опять приключились у меня всякие неожиданности. Я не смог. Но в 15-м году тоже это было все непросто, потому что я за три недели до Европы или за четыре я порвал связку на ноге. И я и приехал тогда на Европу, и мы не знали, буду ли я выступать или нет вообще. То есть я решил, что мы выступаем за день до опробования на помосте. Ну, и так все проскочило нормально. Это удерживать нагрузку на тренировках. Вот эту вот постоянную, нудную, одно и то же готовить, тренировать, тренировать. Вот это самое тяжелое. Это очень тяжело. Какие ваши любимые события? Когда я в комнате отдыхаю. И в гимнастике. Все зависит от того, что бывает, знаете, бывает, что ты приходишь на одном снаряде получается, на другом снаряде. Вот когда где-то что-то получается, вот идет такой пробой. И там вот интересно, так что прям что-то одно определенное, у меня такого нет. Если там сейчас получается, то там интересно, там получается, там интересно. Там не получается, туда не хочу ходить. И в момент? Не знаю, стараюсь все так везде по чуть-чуть работать. Не могу сказать. Было бы неплохо. Хотелось бы. Ну, как нету в планах завершать гимнастику. Мне-то всего два с два года. Еще хотелось бы, может, два, если получится, еще две. Ну, посмотрим, как будет. Это получилось так, что Samsung официальный спонсор национально-олимпийского комитета. И национально-олимпийский комитет как бы выдвинул четырех спортсменов, предложил им на эту рекламу. И получилось так, что это я. С борьбы парень, стрельба и легкая атлетика. Ну, и так вот это не постоянный спонсор, а такой именно, как это сказать, одноразовый. Такого ничего прям необычного нет, но у нас тут много олимпийских чемпионов, чемпионов мира тренируются. Иногда, ну как, постоянно, постоянно здесь находятся только мы и тяжелая атлетика, штанга, женская сборная. Вот мы два вида спорта, которые здесь всегда. Все остальные ребята, фехтование, бокс, борьба, дзюдо, они заезжают, выезжают, заезжают, выезжают. Ну, и так. Поэтому мы друг другу не надоедаем, всегда рады друг друга видеть, потому что, ну, не так часто. Ну, сказать, чтобы что-то прям такое особенное, не это. Ну, как-то устаешь на тренировках, и поэтому, ну, как, не знаю, не зацикливаешься на этом. Я не знаю, что сказать. Просто, когда у нас идет подготовка к серьезным стартам, вот у нас есть команда, там, 5-6 человек, и вот мы приходим на снаряды, все остальные ребята пытаются подстраиваться под нас, чтобы не мешать нам. Вот это, там, последний месяц перед соревнованиями. То есть сейчас вот у нас вот 5 человек команда на Олимпийские игры, и на базе, там, человек 15-20, да. И вот мы, когда приходим, там, малыши, например, чуть в другое время тренируются, или старшие ребята, когда видят, что мы приходим, они нам уступают, ну, чтобы мы не сталкивались, чтобы не мешать друг другу. Поэтому тут все нормально, с этим проблем нет. Ну, золото, но только многоборья хотелось бы, именно вот абсолютное, потому что, мне кажется, это пик вообще нашего вида спорта, поэтому это, только этого хочется. Ну, это все хорошо, но Олимпийские игры, это Олимпийские игры, это пик. Хочется туда стремиться, как можно выше. Здравствуйте, я Олег Верняев, я из Украины, мы приехали в Рио для Олимпийских игры, и я надеюсь, что вы поддержите мою команду. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok